Двемерский паука 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 Это является явным продолжением нашего квеста. Читаем записку. Я приказал своим людям найти ключи, но они солдаты, а не археологи. Мы ничего не нашли. Тем не менее, мы очень близки. Всего одна дверь находится между нами и армией, которая никогда не спит, и которую никогда не остановить. Я тоже хочу армию, которая никогда не спит, и которую никогда не остановить, поэтому я, пожалуй, поищу эти ключи получше. Хотя я тоже не археолог. Я прям, ну вообще, раскопками занимался всю жизнь. Они плохо смотрели на маркеры на карте. Опять замес, замес за замесом, без этого никуда. Итак, наш первый ключ. Ключ Мундуса. Очень удачно то, что здесь встречаются другие игроки, и они более-менее месят врагов, и путь более-менее свободен. Тем не менее, я всё равно предпочитаю действовать в СНИКе. Один в групповом данджине воин. Сейчас, пока здесь все лежат, надо потихоньку пробираться дальше, ко второму ключу. В принципе, это не вызывает особых трудностей, только если в узких проходах. Когда до хрена народу стоит в узком проходе, но в больших залах всё в порядке. Как я удачно зашёл! Вообще никого нет, все лежат. Кто-то здесь недавно прошёлся, видать. Так, теперь нужно открыть хранилище. Как мы знаем, там три скважины, у нас три ключа, собственно. Здесь мы видим обгорелый трупешник. Того, кому не удалось. Двимерская дверь плотно запечатана. Здесь на уровне глаз находятся три замочные скважины, рядом с которыми символы. Мундус, Аурбис и Этериус. Мы открываем дверь, используя ключи в следующей последовательности Аурубис, Мундус и Этериус. И двери открываются. Зайдя в хранилище, нашей задачей является обыскать его. Здесь огромная куча двимерских центурионов. И одному противостоять им очень не хочется, поэтому я втихаря. Мы находим книгу по двимерским констрактам. Текст содержит двимерские письмена и алхимические символы. Детальная схема двимерской машины находится здесь же. Девайс требует еще одну шестерню для того, чтобы быть полностью функциональным. И схема показывает дизайн этой шестерни. Диаграмма также включает карту Razax Wheel. И похоже то место, где вы можете сделать эту шестерню, используя двимерские приспособления. Эта шестерня может быть использована для того, чтобы закончить двимерский механизм в южной комнате. Для начала нам нужно выкрасть у центурионов шаблон или матрицу, по которому мы будем выплавлять нашу шестерню. Конечно же, матрица находится под охраной двух здоровенных центурионов и нескольких двимерских сфер. Поэтому, я думаю, нужно хватать и бежать отсюда ко всем чертям. Давай, 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 давай! Нет, 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 нет. Так, все, мы взяли, мы взяли. Бежим, 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 бежим. Нет, ну куда? Куда противостоять им? Ну, это ни о чем. Самый лучший способ это просто побег. Просто бежать, не оглядываясь. Просто бежать, не оглядываясь. Здесь, кстати, зариспились другие механизмы. Очень удачненько я вышел. Так что, просто бежим и не оглядываемся. Возможно, они скоро выйдут из боя, отстанут и все, будет хорошо. Или мне встретятся какие-нибудь солидные игроки. Ой, в тупик, в тупик, ни туда, ни сюда. Налево, направо, направо, налево. Куда идти-то? Ага, сюда. Ага, вот это. О, хиллер, отлично, хиллер, ты мне нужен, не убегай далеко. Помоги мне закрабывать, кстати, вот этих констрактов. Хотя бы еще один человек в поддержку, теперь я справлюсь. Спасибо, товарищ, ты настоящий друг, ты меня выручил. Просто не представляешь, как. Так, вот у нас кузня, в которой мы должны выплывить нашу шестерню. Заправляем туда шаблон. Машина пыхтит, шипит. И мы получаем нашу шестерню. Где она? Вот она. Берем. Так, теперь мы должны установить шестерню в машину Розака. Так, а где она у нас? Ага. Через большой зал, через коридор. Хорошо, попробуем пробраться. Попробуем пробраться незамеченным. Ну, здесь незамеченным особо не проберешься, мимо вот этого, например, друга. В узких коридорах, конечно, никакая скрытность тебе не поможет. Но я попытаюсь. Ага, вон один из боссов этого данжа. Но мы пока не будем ее трогать. Оп-оп-оп, сфера заметила. Все, 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 я ухожу. Ну, собственно, бой не миновать. Кавабанга! Вот какой черт арбалет я доставил? Не арбалет, не арбалет. Всех покрошу, сволочи! Давай, налетай на меня, ну, зато смелой! Сдохните, твари демерские! Ну что, получили люлей? Трын-дюлей! Так, я уже почти у цели. Сейчас чуть-чуть восстановиться. А вот, собственно, и сам двемерский механизм, в который мы должны вставить нашу новоиспеченную шестерню. Вставляем. Ух ты! А вот, собственно, и он. Наш новоиспеченный красавчик. Механизм дергается влево и вправо, как будто пытается выбрать, в какую сторону идти. Так что такое? Задаем мы ему глупый вопрос. Какое-то время механизм сидит неподвижно, но потом его ноги активируются, и он готов к движению. Мы получаем Пета Розакс Опус. Все, наш квест выполнен, и мы получили такого замечательного друга Пета Двимерского Пука. Эй-эй, что с тобой? Тебе плохо? Что это? Почему ты развалился? Нужно проверить, получили ли мы чего-нибудь. Да, вот он, наш красавчик. Двимерский паук. Поставим его в быстрый слот, попробуем призвать. Да, все работает. Наша задача выполнена. Ура, товарищи! Ну что ж, дорогие друзья, подошел к концу наш очередной выпуск. Сегодня мы с вами выполнили нашу задачу. Мы раздобыли себе замечательного Пета Двимерского Паука. Так что, все, кто желает себе подобного, бежим в круповой данж Розакс Уилл. Ну а на сегодня все. Спасибо всем за внимание. С вами был Повелитель Двимерских Механизмов Юка. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok